Цвета от всех наверх, большие и маленькие любители крупных калибров. Александр Петров, сегодня с вами будем говорить про обновление 0.7.6, которое называется Ночной бой. Названо в честь новой операции, цветок сакуры, понятное дело. И, в общем-то, обещает нам привнести в игру много всего интересного. И на самом деле это вроде как бы и так. Давайте сейчас с вами обсудим, о чем же речь. Мы сегодня поговорим про легкие крейсеры, арсенал, операцию, клановые бои, уникальные модернизации, баланс карты, порт, игровой контент, ну и всякие там изменяшки-няшки. Так оно и будет, собственно, об этом будем говорить. Но самое, конечно, безусловно, интересное это новые корабли. Добавляются в игру американские легкие крейсеры. Основная их фишка это, конечно же, борьба с эсминцами и вообще скорострельное орудие калибра 152 мм с достаточно своеобразной баллистикой. Но, тем не менее, что делать? В общем, привыкнуть можно и сами по себе корабли достаточно интересные. Несмотря на то, что, в принципе, в игре крейсер один из самых сложных кораблей для освоения. Потому что, чтобы суперэффективно на крейсерах играть, нужно много постараться, нужно много чего научиться, понять, как располагать ваш корабль в бою и так далее и тому подобное. В общем-то, и американские крейсеры не являются исключением и, скорее, даже подтверждают правила. У нас добавляется четыре новых корабля. Это Даллас, Хелена, Тиэтл и Вустер. Действительно, именно так он и произносится, что нам говорит наша Даша. Друзья, кстати, если вам нравится Даша, напишите об этом в комментариях и поставьте лайк под этим видео. Но мы посмотрим, скольким нашим игрокам все-таки понравуем на Даша. Или, может быть, кстати, вам нравится Алена. Напишите об этом. Итак, друзья, дальше у нас идет с вами Арсенал. Это новая фишка, которая позволяет вам покупать внутриигровое имущество, типа, вроде как бы, не за реальный день. Много ходило об этом всяких историй, откопали сайт даже вот такой вот, arsenal.worldofwarships.ru, где вроде как бы все можно купить, только нигде денег нет. И сразу же, о, разрабы не смогли. Но, видимо, это оказалось болванкой, которая работает в нашем клиенте. Вот, это уже в клиенте здесь все видно. И здесь у вас есть и уголь, и сталь, и все такое. Кстати, по поводу угля и стали. Тут ходили слухи, что вчера, позавчера начали начислять сталь и уголь на аккаунты. И вроде бы, как бы, там люди говорили, да, мне там столько начислили, столько начислили. Действительно, разработчики просто, ну, непонятно, зачем именно таким образом они это сделали. То есть, до появления самого обновления начислили всем угля и стали, причем сделали это незаметно. Как я и говорил, что если вы получили себе флинт, если вы получили себе блэк, взяли 5 ранговых сезонов, то ваше количество стали будет равно нулю, абсолютно. Вот, если же вы, собственно, не получили эти корабли, то стали у вас будет больше. Здесь эта сталь просто списывается каждый раз, типа, за получение. Поэтому не удивляйтесь, если вы прошли 5 ранговых сезонов, и у вас ноль стали, друзья. Да, так иногда случается. Далее, что у нас тут еще можно купить? Салем за 24 тысячи угля. Это американский не премиумный крейсер, это специальный крейсер. То есть, у него немножко повышен фарм, но он не является полноценным премом. Если вы не знаете, что такое Салем, это корабль, у которого чуть больше возможностей в ближнем бою за счет улучшенной хилки, но чуть ослабленная РЛСка. Вот, теперь я нажал мимо, и мы отправляемся снова в Арсенал. Сможете купить Мусаша, Октябрьскую революцию, Эголь, Юбари, Кэмблтаун. Что касается следующих штук, можно купить себе сколько угодно вот этих специальных модернизаций. Это, кстати, хорошо. Стоят они по 17 тысяч угля. Уголь, я напоминаю, это ресурс, который можно заработать просто без каких-либо там командных или ранговых боев клановых. Просто играя и выполняя всякие действия. Можно купить себе, наконец-то, боевые флаги, которых не хватало у нас, друзья, уже давно в игре. Можно купить себе камуфляжи, кому их не достает. Ну и контейнеры для окончания нехватающих коллекций. Тоже здесь вот Ювля Франц, Дюнкерк и Охот на бискорах. Все можно купить. Помимо всего прочего, у вас доступны купоны, которые можно использовать для скидки, если вы хотите купить что-то. Вот это очень важный купон, друзья. На корабли его можно использовать для приобретения Сталинграда, который появится в патче 0.7.8. Поэтому, если вы собираетесь купить Сталинград, вот этот вот купончик не тратьте. Продолжаем наш с вами разговор. Переносимся мы обратно в наше обновление. И здесь вот, друзья, вам сразу разработчики предлагают подъемных 20 тысяч и 100 опыта. За любое количество боев вы берете и получаете 5000 единиц угля. Ну, особенно 5000 ничего там не купишь. Но в случае, если будете использовать скидку, может быть, что-то у вас получится. Далее поговорим про новую операцию, друзья. Операция вся во все стороны, типа, как бы историчная. Но я играл в нее на тесте. И мне она показалась скучной. И, если честно, пожалуй, ни одна операция, кроме Дюнкерка, в игре до сих пор не интересна. Не вызывает она желания пройти ее, перепройти. Ну, или там, не знаю. В общем, напишите в комментариях, друзья. Я уже делал опрос. Интересно ли вам перепроходить операции, кроме Дюнкерка? Или вы играете, допустим, только в Дюнкерк иногда, а в другие операции так чисто там, не знаю, флажочек получить. Вот, Цветок Сакура лично для меня тоже ничего интересного собой не представил. Это вроде как бы новая механика. Там бой ночью под осветительными снарядами. Но, если честно, не знаю. Ничего интересного у меня это не вызвало. Новый, друзья, клановый сезон, казалось бы, с одной стороны. Но, с другой стороны, нифига он не новый. Ничего не изменилось. Ничего. Во. Обещали сделать вроде два линкора. Обещали сделать 3 на 3 клановые бои. Но ничего не поменялось. Десятые уровни. 7 на 7. 5 лик. Награды будут отличаться от того, что было раньше. Понятное дело, что сейчас основная фишка будет сталь. Что еще тут интересного? Праймтайм. 19.23. Дальний Восток. Привет! Обещали сделать возможность баланса, с другими серверами. То есть, чтобы люди с Дальнего Востока могли тоже заходить и воевать с командами, допустим, с азиатского сервера. Но, увы, разработчики, как всегда, идут своим путем. Вообще, в последнее время, честно говоря, это введение стали и угля и все прочее ведет игру куда-то в разряд, наверное, корейских MMORPG. Где целая куча всяких валют, кристаллов, пыли, на котором можно купить одно, можно купить другое. Если честно, это выглядит все как-то, ну, такое, на мой вкус. В общем, и здесь, и там ничего интересного. Да, вам добавили одну новую команду для клана. То есть, вы можете в одной команде играть, там играть, и она будет у вас одного рейтинга. И команда типа Браво, там левая команда, где все, кто хотят, могут собираться и сливать там бои. С удовольствием. Не уверен, что это было так уж прям востребовано, но, тем не менее, есть такая возможность у вас. Вот, с появлением арсенала игроки получат 6 тысяч стали за каждый флаг Сталинград. Вот, друзья. Так что ждите, Сталинград в 0.78 придет, и у вас будет возможность его приобрести. Продолжаем разговор. Ребаланс кораблей у нас, кстати, здесь будет. Да, давайте, вот мы сейчас еще скажем. Выдают сначала у нас Шамакадзе, Генненбург и Конклэрор в качестве арендных кораблей. Так что, если у вас есть желание попробовать эти корабли, но нет кораблей, для аренды в кланах вам их выдадут. Уникальные модернизации, друзья. Значит, как именно их получить, будет очень интересно. Вот здесь будет выполнена нужная цепочка боевых задач на соответствующем корабле, чтобы получить особенную модернизацию. про это уже есть отдельная статья, отдельное видео. У меня, в частности, тоже. Ну, и где бы это посмотреть, мне хотелось бы знать. У меня есть персональные задания, есть боевые задачи. Где бы мне... Я просто не очень понимаю, как мне получить вот эти особые модернизации, но, видимо, потом как-то будет возможность это сделать. Сейчас пока непонятно, если честно. Изменение баланса, и это, кстати, с одной стороны, достаточно положительное изменение. Ну, явно не для эсминцев панази, у которых дымогенератор на 30 и на 20 секунд отрезают. Потому что, действительно, например, у топового эсминца, Юянга, есть возможность стрелять из дымов практически постоянно. И сейчас ему немножко откусят дымовой завесой, и между одной и другой будет немножко больше времени проходить, что, в общем-то, по-моему, логично и весьма справедливо. Далее. Для Дзао добавляют новые торпеды от Югума на 12-километровый. Это очень хороший ход, потому что, ну, действительно, реализовать свои торпеды Дзао очень сложно, потому что 8 километров — это весьма и весьма кинжальная дистанция для десятых уровней. И реализация торпед там представляется, ну, крайне маловозможной. Сейчас Дзао получит возможность кидать торпеды чуть с дальнего, более дальнего расстояния. Торпеды, кстати, мощные, хорошие, чисто вот такие японские. 23 тысячи урона, 67 скорость хода. Единственное, что заметность достаточно большая. Это будет неплохая такая вариативность для Дзао. Конечно, это достаточно существенный баф, и не будет ли теперь Дзао сильно выделяться среди своих одноклассников, это большой, конечно, вопрос. Вот. А базовые торпеды получили ускорение перезарядки практически на 40 секунд. Но повторюсь, что реально использовать их на десятых уровнях достаточно сложно, потому что дистанция 8 километров для крейсера на таких уровнях — это уже практически смертельная дистанция. для Гиринга добавлены новые торпедные аппараты, типа, как на Флетчере, идут 10,5 торпеды, 19 тысяч урона, достаточно быстрые, наконец-то, 66 узлов и с хорошей перезарядкой. Заметность 1,4. Это позволяет быть Гирингу чуть более торпедным эсменцем, нежели чем обычно, потому что, да, у него есть хорошие вот эти вот гиринговские торпеды, но они достаточно медленные, нуждаются они в ускорении обычно. А здесь вы можете сэкономить 2 очка на ускорение торпед и, собственно, спамить, спамить, спамить и спамить, потому что так у Гиринга достаточно долгая перезарядка. Мы можем сейчас это посмотреть. Так, где наш Гиринг? Давайте поглядим. Значит, вот так у него будет перезарядка. Где бы нам это глянуть? Может быть, здесь покажут. 115 секунд она сейчас, да? А на этих торпедах она будет, давайте попробуем, 90. То есть практически минута 30, и у вас торпеда уже готова. Если еще взять, допустим, какой-нибудь командира с обилкой, вот мне теперь придется переспекивать гиринговского командира, убирать ему, допустим, ускорение торпеды. Мне, кстати, торпеды флетчера как-то больше нравятся, потому что они 19 тысяч урона, да, здесь у нас получается. Хотя нет, по скорости они одинаковые, 71 узел и те, и те. Урона у них, как видите, даже больше, чем у этих торпед. И это, конечно, приятнее, потому что, ну ладно, дальность входа 13.2, с одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, эти торпеды больше наносят урона и быстрее перезаряжаются. По-моему, честно говоря, выбор очевиден. Грозовому в четвертый слот добавляют ремонтную команду. Давайте посмотрим, как это будет теперь работать. Увеличивают ему дальность стрельбы. Наконец-то разработчики поняли, что эсминец, мягко говоря, нуждается в ребалансе, потому что действительно он просто отсасывал у всего чего-то только можно в последнее время. И теперь получается, что наш с вами корабль будет стрелять вот здесь 12.3. Можно, если есть у вас желание, разогнать до 14 с лишним километров. И, ну, единственное, что у нас теперь дымы... Да, дымы, ремонт и форсаж. У них отрезается по одному использованию. И теперь у нас становится либо там два ремонта. Это без, я так понимаю, да, без суперинтенданта. Ну, как-то раньше он особо не нужен был здесь. Вот, но у вас есть возможность использовать и заградку, и форсаж. Ну, и, соответственно, ремку. Не знаю, корабль должен заиграть новыми красками. Но, опять же, его использование как торпедного эсминца становится еще более под вопросом. Потому что у него, повторюсь, самые, наверное, плохие торпеды, кроме чем у Хабаровска. На мой вкус. Так, далее, продолжаем. Немецкие крейсеры немножко нерфят. Увеличивают им перезарядку Генненборгу и Руну. Но они действительно очень хорошо и шустро стреляли. Можно было их немножко подфиксить. Советскому крейсеру Москва увеличили толщину носового и кормового бронепояса. Теперь он может еще дольше стоять у острова и никуда не ходить. Потому что раньше можно было его пробить в нос из линкоров. Сейчас это будет еще сложнее. Раньше с дальних расстояний можно будет пробить палубу. Ну, давайте посмотрим наше бронирование. Москва. Привет. Да, теперь у нас получается, что... Не понял. Минуточку. Подождите. А что нам... А, наверное, может быть, носовой бронепояс нам поменяли? Да, бронепояс. Нам, то есть, пробить можно как бы, но вот есть небольшой бронепояс. То есть, если зайдет вот сюда вот и вот сюда вот через палубу, то вариант пробить есть. А уж если вот прямо вот сюда, то как бы можно стрикошетить. Ну, такое, если честно. В общем, в любом случае баф. И, друзья, есть серьезный нерв от снаряжения поисковой РЛС. Раньше она увеличила длительность работы на 40%, теперь будет на 20%. Давайте посмотрим. Допустим, тот же Дмойн имел возможность РЛСить почти минуту. Сейчас будет 40 секунд у него РЛСка. А у меня нету. У меня нету, у меня нету. Ну, можно на Минотавре посмотреть. Так. Сколько она будет теперь работать? 48 секунд вместо 56, по-моему, или 58 она раньше работает. Ну, в общем, это достаточно правильно, потому что так уж получается слишком долго. У эсминца практически не было шанса. Отдел передвижения кнопок немножко что-то поменял в картах. Если честно, для меня карты никогда особого значения не имели. Я не вижу там каких-то серьезных изменений от того, что они тот или иной остров сюда переставили. Главное, друзья, в нашей игре это не острова, а именно проблема пробития, непробитий и рикошетов. А то как там острова стоят, честно говоря, не особо важно. Порт Нью-Йорка добавляют нам такой вот весь из себя красивый. Да, действительно, вот он у нас весь такой, весь из себя по красоте. Его уже тестировали в тесте. Можно было уже посмотреть на тесте этот порт. Он действительно красивый. Чего уж тут сказать. Ну, понятно, что американцы празднуют скоро свой день независимости. 4 июля. Несколько дней буквально остается до этого праздника. И наши разработчики для тех, кто тратит больше всех денежек. Это, понятное дело, что не Ру-сегмент. Для них, для этих граждан делают хороший праздник, друзья. Ничего не могу сказать по этому поводу. Я просто промолчу. Далее. Добавляют для тестирования Китакадзе и Харугума. Наверняка скоро мы их получим. И сделаем для вас уже видео по этим новым эсминцам 9 и 10 уровня. Альтернативной японской ветки. Если ждешь эти корабли, обязательно поставь лайк под видео. Ну, и не забудьте, конечно, подписаться на канал, друзья. Это очень важная история. Добавляют теперь в наши контейнеры, которые ежедневные нам выпадают. Добавляют уголь. И в контейнер теперь вместо камуфляжа Хэллоуин, Новогодний и Геймском выпадают Карибское море, Штормовый ветер и Революционный. Я не знаю, что там за Карибское море. Но Геймском был, безусловно, одним из самых полезных камуфляжей вообще в игре. И очень жаль, что он теперь больше здесь не выпадает. Почитал я исправление ошибок. Ничего такого суперинтересного не нашел. Главное то, что разработчики до сих пор не пофиксили ошибку за светом. Здесь также радиус циркуляции, циферки меняют. Но сам в себе радиус остается прежним. А исправляется просто косяк, который был у разрабов. С радиусом циркуляции именно в клиенте, в цифрах. В общем и целом, друзья, изменения, наверное, с одной стороны положительные. Я имею в виду то, что добавляют новые корабли. Это всегда приятно и интересно покачать. Арсенал это, конечно, на мой взгляд, какая-то странная история. Сейчас добавят нам еще эльфийской пыли и тертых рогов единорога, чтобы мы могли покупать новые модернизации. Наверняка так оно и произойдет рано или поздно. Ну, может быть и нет, не знаю. В общем, так, как-то так, друзья. Что делать? Сегодня вечером будем тестировать новые американские кораблики. С вами Александр Петров. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Увидимся в открытом бою. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.